Константин Натанович, а что бы было с миром, если бы Путин все-таки одержал легкую победу в Украине? Хороший вопрос. На самом деле, ну, в разных роликах я отвечал на него. Это ответ не очень приятный для мира. Значит, смотрите, в центре Европы существует конфликтная ситуация. Эта ситуация приводит к перебоям в снабжении энергоносителей, носителями газа. Американцы волнуют ядерное топливо, уран. 16% они получают из России урана. Еще из Африки много, но из России 16%. Вот конфликтная ситуация. Что делать? Как разрешить ее? Ну, вот самый простой способ попробовать повторить то, что было сделано в 2014 году. Когда Путину просто США, НАТО уступили Крыму. Очень сильно надавили на руководство Украины. И никакой конфликта не было, никакой войны. Тихо вышли войска, часть перешла на сторону России, часть спецслужб перешла на сторону России. И конфликт, ну, частично разрешен. Так, существует способ разрешения этого конфликта между Россией и Украиной. Ну, как считают Россия, как считают на Западе многие. Ну, уступить Украину. И все так. Пусть Путин управляет. Ну, жалко там жителей, не знаю, Воронежской области. Ну, жалко их. Они под управлением Путина, неэффективного менеджера, варвара, деспота, который издевается над людьми. Ну, шо ж сделать? Ну, не освобождать же Воронеж, Дальний Восток, Чеченскую республику, Татарстан, Дагестан. Ну, это реальная политика, реал политик. Вот так устроен мир несправедливо. Кроме диктатора, варвара Путина, существует еще 100 режимов на планете, часть которых едят своих граждан, ну, просто там уничтожают их физически ради копеечки, которую они на этом зарабатывают. Вот, диктаторы. И этот, в общем, план и был предусмотрен. Такое впечатление в начале войны. Зеленскому и всем желающим предоставлено будет политическое убежище. Ну, шо ж делать там? Нельзя же допустить, чтобы Путин и Украину захватил, и еще издевался. Надо руководством, там, старым Украины. Вот. Что будет происходить дальше? Ну, вот на примере Крыма мы же видим, он не остановился. Дальше будет происходить то, что, в общем, предполагал с многими экспертами и без всяких намеков транслировалось из России. Финляндия, Латвия, Эстония, Литва, Польша. Причем, ну, руки-то развязаны, ну, и ядерное оружие. Ну, конечно, почему же нет-то? Ну, не реагируют они. Не хотят себя защищать. Стали мягкими, уступчивыми. Мировое господство. Ну, как, вот эта корпорация, корпорация КГБ, она давно мечтала именно об этом, о мировом господстве. Ну, реализовывала. Правда, в начале, это в начале 20 века это было мировое господство коммунизма, но руками КГБ, там, НКВД, МГБ, там, их много названий. Вот, Германия, о танках Путина в Германии, там, о танках Путина в Лонгальском районе много говорили, но много говорили о танках Путина в Германии. Ну, и начались бы, ну, вот после захвата Украины, значит, в принципе, захватить вот так полноценно, поставить около каждого украинца, значит, солдата или представителя Росгвардии невозможно. Значит, захватываются ключевые, там, города, ставится свое руководство, ну, такие, Януковичи в большом количестве, и ведется переговоры с Западом о том, как дальше будет, так сказать, все это происходить. Сохранится ли выборная система, ну, фикция бы сохранилась, так же, как в России, выборы, результаты которых определяются заранее. С точки зрения Запада, ну, так хорошо все, все стабильно, Путин контролирует, там, переходные процессы какие-то, Байтон обвиняет Украину в излишней коррупции, плюс к этому они еще подлецы, пытались расследовать коррупцию самого Байтона. Все хорошо, и, ну, это же ведь обычная технология отложенной проблемы. Проблема есть, проблема остается, но ее острая стадия переносится на потом, на когда-нибудь, на следующий выборный цикл, уж по крайней мере. Это хорошо. Западные политики в демократии думают о выборном процессе в основном. «Кто победит» и Байден, опять же, в Афганистане неудача, там, инфляция огромная, там, понятно, что коррупция огромная. Об этом не особенно говорят, но это по всем признакам видно, это коррупционные бюджеты, нефть растет, неумелое управление этим, зеленой экономикой. А тут международное соглашение договорился, в отличие от Трампа, их же демократов все время волнуют, а вот как бы было с Трампом. С Трампом, Страмп не встречался с Путиным, не пытался договориться. Раньше это было главное обвинение, что он собирается встречаться с Путиным, а потом было бы главное обвинение, как с талибами, кстати говоря. Трамп же договорился, все, там, полгода прошло, что-то изменилось, а демократы, Байден, его команда, Трампа, как он сказал, в дипломатический корпус вернулись профессионалы, сказал он, туда повалили старики, ну, вот его возраста. Но, естественно, они не умеют решать так проблемы, как решала команда Трампа. Вот, так что это была бы печальная очень история.